Телерадио компания Гродно продолжает эфир информационно-аналитической программой «Открытый вопрос». Эфир сегодня проведу я, Ольга Максимчик. Всем добрый вечер. Гости студии сегодня Геннадий Геннадьевич Белоцкий, главный инженер ОАО «Гродно-лифт» и Алексей Владимирович Бодич, заместитель генерального директора предприятия «Гродненское городское ЖКХ». Добрый вечер. Сегодня будем говорить о замене старых лифтов на новые. И, как известно, в Гродной области проходит замена этого оборудования. И еще в этом году в области будет заменено 240 лифтов. Из них 180 именно в непосредственно областном центре, где уже прошли эти замены и где в ближайшее время появятся ремонтники. А какие планы еще до конца года у специалистов? Об этом мы сегодня будем говорить в прямом эфире. Эфир продолжительностью 30 минут. Ну и, наверное, начнем разговор самого интересного. Почему назрела необходимость замены старых лифтов на новые? Согласно технического регламента Таможенного союза, безопасность лифтов, который у нас вступил в силу 15 февраля 2013 года, все лифты, отработавшие нормативный срок эксплуатации и введенные отработавшие нормативный срок эксплуатации, подлежат приведению в соответствие в течение 7 лет со дня вступления этого регламента. Данный регламент у нас вступил в 2013 году, поэтому до 15 февраля 2020 года все лифты должны быть привезены в соответствие. Ну и если мы говорим с вами о программе, о процедуре, то давайте, может быть, поговорим, какой объем средств будет реализован в ее рамках. И если говорить о заказчиках и подрядчиках, кто? Ну, республиканской программой по замене лифтов предусмотрена, как вы уже говорили, в области замены 240 лифтов, в том числе в городе Гродно 180 лифтов. Заказчики по данной программе определены. Это, что касается города Гродно, это уже по Октябрьского и Ленинского района. По Октябрьскому району необходимо будет выполнить замену в 30 домах и заменить 88 лифтов. В Ленинском районе необходимо произвести замену лифтов в 35 домах и 92 лифта. И если мы говорим с вами о замене, правильно, как вы, специалисты, называете эту процедуру, все-таки идет речь о замене старых на новые кабины или морально устаревшего оборудования на современные? Правильно, конечно, говорить, что идет замена морально устаревшего оборудования, отработавшего нормативный срок, на полностью новые лифты. То есть старое оборудование полностью демонтируется, и монтируется новое, которое по своим характеристикам и по электропотреблению на порядок лучше, чем старые аналоги. Конечно же, мы о характеристиках более подробно поговорим чуть позже. Но, может быть, начнем, скажем так, оценку современного оборудования. Кто производитель? Производитель оборудования, которое сейчас устанавливается, это наш белорусский лифтостроительный завод Могилевский, который, в принципе, в данном сегменте по соотношению цена-качество является на рынке СНГ лидером по производимой продукции. Если говорить об именно этом поставщике, то ведь мы с ним знакомы уже не первый год. Это надежный, скажем так, партнер уже не первый год и десятилетие для, в частности, Белоруссии. Да, в целом и не только для Белоруссии. Это крупнейший лифтостроительный завод на просторах СНГ. Геннадий Геннадьевич, ну и немного, может быть, о характеристиках новых кабин. Размер, вместительность, скорость? Что непосредственно, если сравнивать с старыми основами, то даже дверной проем, который в старых лифтах составлял 650 мм, в новых лифтах это 700 мм, что позволяет непосредственно уже без особых проблем либо детскую коляску, либо инвалидную коляску закатить, выкатить. Потому что, как мы знаем, на старых лифтах были проблемы, люди придерживали двери, немного сами подпирали, чтобы именно закатить эту коляску. С новыми лифтами такой проблемы нет. Но, конечно, если есть техническая возможность, именно если строительная конструкция здания нам позволяет это сделать. А правда ли, что новые лифты более энергоемисты, скажем так, потому что вы читала такую цифру, что новые лифты потребляют на 30% энергии, меньше, чем предыдущего поколения? Безусловно. В новых лифтах сейчас используется частотный регулятор главного привода, частотный регулятор привода дверей, что непосредственно увеличивает саму продолжительность эксплуатации лифта. И вот недавно мы, не так давно, в мае этого года проводили совместно с Гройнским государственным университетом имени Янки Купала исследования именно по электросбережению, электроэкономии. И где вот эти цифры мы подтвердили на практике, действительно, 30%. То есть это и есть подтверждение того, что в город приходят новые кабины, а не современные, улучшенные кабины. Ну а если говорить о той клавиатуре, которая расположена внутри кабинки, максимальное количество кнопок, по которым разъезжаются пассажиры, это у нас о какой этажности домов речь идет? Если говорить в целом о городе Гродно, то это о 19-этажных домах, которые у нас находятся, первые, которые были построены по улице Поповища. Сейчас же Гродно-Жилстрой, там застройщик, в принципе, они и работы по монтажу лифтов, там осуществляют это и на улице Суворова, и сейчас продолжение улицы Ольги Соломовой. То есть если говорим мы с вами о высотках, то пока на данном этапе замены на более современные, здесь по сроку ввода в эксплуатацию жилья речи не идет. Ну и если мы говорим о самых старых лифтах в городе Гродно, вот мы проговорили, что до 9 этажей разводят пассажиров, теперь современные кабинки и далее это уже более современные подъемники, то о самых старых в старой части города механизмах, мы если говорим с вами, то какой возраст мы имеем в виду? Ну если мы с вами, Ольга, рассматриваем жилищный фонд, то в целом у нас в единственном из областных центров в городе, где нет лифтов старше 30 лет в жилищном фонде. Если в целом говорить про самые старые лифты в городе, то это на здании типографии нашей, это 1966 года выпуска лифт, и в здании аптечного склада по улице Держинского, там 1967 года выпуска. А в этих точках города подъемники функционируют? Да, они функционируют и находятся у нас на техническом обслуживании. Ну и если говорить о том, что срок в этом случае имеет значение, но здесь уже, наверное, говорить приходится не только о том, что это старые кабины, устаревшие кабины, они уже приобретают характеристику какого-то своего почерка, раритета, так скажем, этих зданий. Замена в этих зданиях этого уникального, уже будем говорить так, оборудования запланирована или все-таки будет поддерживаться их рабочее состояние, они станут, скажем так, изюминкой этих объектов? Ну тут, видите, нужно, чтобы сам владелец лифта принимает решение о замене. Лифты, да, отработали там нормативный срок эксплуатации 25 лет, после чего на лифтах, отработавшие нормативный срок эксплуатации, проводится техническое диагностирование их. Если подтверждается, что, в принципе, лифт исправен, все элементы защитные в исправном состоянии, то продлевается срок эксплуатации дальше, но не более чем на три года. А, Геннадий Геннадьевич, там стоят лифты тоже могилевские? Нет, там не могилевские лифты стоят, там карачаровские лифты установлены. То есть свой подход к эксплуатации и к ремонту данного оборудования. Ну и что ж, мы приближаемся с вами к 10-й минуте нашего эфира, и, наверное, самое время проговорить, если мы о планах вспомнили с вами, 240 новых кабин будет установлено в городе Гродно до конца года, в области до конца года, в городе Гродно из них 180. То по каким адресам уже прошла замена и в ближайшее время, где появятся ваши специалисты и еще до конца года? Ну, на данный момент уже со 180 лифтов смонтировано, 14 лифтов, в 9 лифтах идут работы по замене. В основном пока замена идет по таким адресам, как и Янки Купалы, 72-2 дом, 72-3 уже выполнены работы, Ольги Соломовой, 66, Гая и Щерса. В ближайшее время где появятся ремонтники? До конца года какие улицы? Ну, это масса улиц, скажем так, по всему городу. То есть и Ленинский, и Октябрьский район будут охвачены, да. Скажите, есть ли появляются ремонтники? Всегда ли речь идет о том, что это плановый ремонт, и отработан один адрес, и планово приходит на второй адрес? Есть ли здесь значение мнения жителей, которые позвонили и в каком-то оперативном порядке произошла корректировка планов, и ремонтники появились по конкретному адресу? Рассматривается ли все идет в городе по плану? Ну, в принципе, идет по плану. Есть, конечно, какие-то моменты, которые необходимо срочно... Корректировать. Корректировать, да. То стараемся корректировать. И тогда, Алексей Владимирович и Геннадий Геннадьевич, понятно, что замена лифта – это определенное, скажем так, неудобство для жителей того или иного подъезда, но, безусловно, это та малая часть неудобств, компенсацией которых становится, конечно же, пользование более современным скоростным лифтом. Если мы говорим с вами о конкретно замене лифта или оборудования, сколько в среднем длится по времени эта работа? И, может быть, в одном подъезде, давайте так, сосредоточим внимание. Что касается, согласно трудозатрат, которые проектная организация при проектировании лифтов закладывает, это, в принципе, 4 месяца. Но мы же понимаем всю сложность, что, в принципе, лифты меняются уже в старых домах, где люди находятся пожилого возраста. Поэтому мы стараемся производить какие-то работы до остановки самой лифта, такие, как электромонтажные работы, везем подготовительные, какие-то строительные отделочные работы, которые мы можем сделать за заменой люков, дверей. И после уже, когда вся вот эта подготовительная работа, мы именно останавливаем лифт и начинаем его замену. В целом мы сейчас говорим о сроках 30-35 дней реальной настройки замены одного лифта. Ну, сравнение весомое. 4 месяца и около месяца вы успеваете заменить оборудование. Хорошо, если мы говорим с вами о замене лифта и скорость производимых работ, влияет ли, например, этажность дома, какие-то функциональные особенности строения жилого. Или здесь единый стандарт, подход к замене оборудования? Нет, конечно, влияет. Этажность дома, чем выше этажей, тем, следовательно, и времени больше требуется на замену лифта. Также немаловажно понимать, какой сам по себе дом постройки. Если это кирпичный дом, то там еще больше времени, потому что там нужны проектные решения и там больше объема работы. Если это панельные дома, то там немного нам попроще. Ну, мы говорим с вами о современном оборудовании. Это не просто перевезти кабинку, смонтировать. Ведь еще и речь идет о наладке электротехнической составляющей этого процесса. То у вас работают ведь специально обученные профессионалы. Да, у нас есть специальная обычная бригада монтажников, электрических подъемников, которые занимаются монтажом человека. Она сейчас составляет 28 человек, где люди проходили обучение, стажировку, и после этого только приступали к работе. Сколько человек одновременно может работать на установке лифта? Вот, говорите, бригада 28 человек. Все они в одном подъезде трудятся? Нет, конечно. То есть максимально, что может работать, это в принципе два человека. Потому что те работы, которые они выполняют, третий им будет попросту мешать. И то есть его производительность будет на порядок ниже. То есть площадь сама не позволяет, условия не позволяют производить работу большему количеству людей. Хорошо. Давайте, может быть, немножко отвлечемся от характеристик существующих лифтов и существующих подъездов. А возможно ли и целесообразность установки лифта или такого подъемника, например, в том здании или в том жилом многоэтажном доме, где до этого никогда не было таких механизмов? Ну, целесообразность установки лифтов, там, где, как вы говорите, их никогда не было, это только можно определить при обследовании. Детальном обследовании также конструктивных элементов жилого дома. Это осуществляет проектная организация. И на основании этого обследования тогда уже принимается решение, может быть, принято решение на установку лифта, где его не было. У нас такие примеры по городу Гродно есть? Ну, пока, как я знаю, только в торговом доме не монтука смонтировали один лифт. Ясно. И, может быть, тогда немножко информации о дальнейшей судьбе списанного лифта. Что ждут эти механизмы, кабинка и так далее. Да, то есть, как мы говорили, что лифт уже, те, которые отработали нормативный срок службы, уже то оборудование, в принципе, нет смысла его ремонтировать и в дальнейшем устанавливать. Его проще, к сожалению, списать и перевести в металлолом и утилизировать. Например, если мы говорим с вами о замене, а если мы говорим с вами о плановом ремонте лифта или подъемника, то сколько раз на год, например, какой норматив вы должны появляться по тому или иному адресу, нормально функционирующий лифт, но просто проверка речи идет, то сколько раз на год проверяется лифт? Ну, лифт проверяется вообще ежемесячно. То есть, есть ежемесячное техническое обслуживание, даже чаще есть ежемесячное техническое обслуживание, есть периодический технический осмотр, который в зависимости от модели лифта, от системы диспетчерской связи, там в течение 5 дней, либо 15 дней, либо раз в месяц, если мы говорим о новых лифтах, современной системы диспетчерской связи. Ну и если мы с вами продолжим тему, Геннадий Геннадьевич Алексей Владимирович, о характеристиках новых кабин, то на какую может быть груза, пассажироподъемность они рассчитаны? Непосредственно, если старые лифты модели ПП-400А, которые сейчас меняются, там было количество пассажиров, 4 человека они могли перевозить, сейчас же новые лифты 5 человек, соответственно, грузоподъемность, если мы говорим о старых лифтах, это было 320 кг, то в новых лифтах это 400 кг. Если мы говорим с вами 4-5 человек, о каком весе в том числе речь идет? Да, если 5 человек, то есть это 400 кг, в среднем берется 80 кг. Ясно. И если мы говорим с вами, например, о размерах, новые кабинки, они такие же по размерам или из-за того, что они более энергоемистые, пришлось сузить размеры, потому что дверной проем мы с вами обсудили, а все-таки сама кабинка? Сама кабина стала больше, где-то длиннее и шире, где-то на сантиметров 10. А если говорить о скорости спуска, подъема, есть ли такие характеристики у новых кабинок? Конечно, есть. В старых лифтах скорость была 0,71 метра в секунду, новые лифты метр в секунду скорость. Скажите, эта скорость, она единая для всех подъемников, независимо от этажности здания? Нет, в зависимости, если мы говорим о тех лифтах, которые мы в регионе меняем, то это безусловно метр в секунду, вот 9-10 этажное здание. Если мы говорим о 19-этажных зданиях, то там скорость 1,6 метра в секунду. Увеличивается пропорционально. Ясно. И если мы говорим с вами о определенном сроке эксплуатации лифта, вы назвали некоторые цифры. Это усредненные данные? Есть какие-то исключения? Например, приходит, как часто приходит, например, в негодность лифтовая кабинка, и тогда приходит на замену? Или какие-то, может быть, долгожители в нашем регионе? Я имею в виду не те, которые мы с вами уже обсудили две точки в городе, раритетных лифтов. А в среднем? Какая у нас эксплуатация лифтового оборудования? В среднем при эксплуатации, тут, конечно, стоит отметить, что, как и автомобиль, он ломается. В целом, сроки могут быть совершенно разные. Может быть, вот как новый лифт смонтирован, он может проработать и 15 лет, а может уже по гарантии через год или даже через 6 месяцев какой-то узел снимается и меняется. Это непосредственно в каждом случае сугубо индивидуально. Ездит лифт на протяжении 30 лет, да? Да, вот если раньше было 25 нормативный срок, то сейчас лифтостроитель Могилевский выпускает лифт в 30 лет. То есть он более надежный даже по этой характеристике? Более надежный используется, да. Более узлы, механизмы, то есть за счет частотного регулятора этот срок эксплуатации увеличен. Хорошо, Геннадий Геннадьевич, а подскажите, что первое выходит или что чаще выходит из строя, если мы говорим об эксплуатации лифта? Может быть двери, может быть пол, может быть панель? Больше всего выходит из строя тяговые канаты, которые непосредственно перемещают кабину по шахте лифта. И они за счет трения канатоведущего шкива, об канаты, выходят из строя чаще всего канаты. Ну и может быть тогда приближаемся к 20 минуте нашего эфира и поговорим на те практичные темы, которые сопровождают эксплуатацию любого лифта в любом городе. Может быть кто именно в городе Гродно занимается обслуживанием лифта? Если мы говорим о жилом фонде, может быть и на предприятиях, офисах и так далее. Если рассматривать предприятия, то на таких предприятиях, как Гродно Азот, Радиоволна, есть лицензия на техническое обслуживание лифтов. И они осуществляют техническое обслуживание собственными силами, там электромонтажниками. Если говорить о жилищном фонде, то там в жилищном фонде только о Гродно лифте осуществляют техническое обслуживание лифтов. Ну и может быть такая тоже часть вопросов. Мне кажется, что стоит поднять эту тему в нашем прямом эфире. Актуальна ли проблема вандализма для города Гродно, когда новая установленная кабинка приходит в негодность, в первую очередь эстетичная сторона этого вопроса, благодаря рукам недобросовестных. Ну и может быть даже выходит из строя, там более серьезно нанесенный ущерб оборудованию. Ну проблема вандализма актуальна не только для города Гродно, но и для всей республики. Скажем так, хотя бы один раз человек видел и сожженные кнопки, скажем так, и разбитый плафон. А что говорить уже про надписи, то практически в каждом лифте они имеются. Ну с этим для этого новые эльфты уже оснащаются системой видеонаблюдения. И в случае каких-то происшествий, скажем так, по видеонаблюдению мы можем установить человека, который это сделал. А были ли случаи, когда нанесенный ущерб был настолько велик, что пришлось менять оборудование, заменять кабинку, например, в том же областном центре? Ну в целом таких случаев как бы не было, но если касается, то да, двери отдельно кабины, двери шахты приходилось менять, потому что люди всякие, да, где-то специально ногами повреждали это имущество, вызывали милицию, конечно, составлялся акт и менялось это оборудование. Ну может быть тогда стоит и проговорить ту часть, что может быть незнание правил эксплуатации лифта и привлечет за собой, например, поломку оборудования или там ущерб, нанесение ущерба. Особенно вы говорите, вот ногой останавливали, открывали двери, ведь эта тема становилась даже предметом для монологов, для сатириков, потому что это действительно из практики и наблюдения нашей. Так если мы говорим о лифтах, существуют ли правила и как ознакомление с ними ведется граждан? Конечно, правила существуют, они размещаются во всех кабинах, это и требования правил, также на основных посадочных площадках существуют, но, к сожалению, у нас люди их не читают попросту сейчас в телефонах, где-то рекламные стенды в лифтах размещаются, непосредственно читают другое, а на правила внимания не обращают. Хорошо, может быть, тогда стоит форму доведения информации сделать более, скажем так, актуальной и проводить какие-то семинары, учебу или вновь заселяющихся жильцов, например, собирать на какие-то собрания в новом доме и о правилах, которые сплотаются лифта, тоже напоминать или, например, озвучивать впервые, может быть, некоторые вещи гродницы действительно будут слышать впервые? Такая работа ведется непосредственно с председателем товарища собственников, перед вводом лифта в эксплуатацию мы информируем, советуем, как вот именно прежде, чем запускать лифт, потому что это сразу строительно-отделочная работа, какие-то повреждения следовательно лифта при перевозке стройматериалов. Поэтому такая работа ведется, напоминается, и в свою очередь потом председатели товарища собственников ведут работу с жильцами, что это их имущество, они за него при строительстве квартиры вносили, финансировали, и поэтому это общее имущество, и относиться к нему бережно нужно всем жильцам. Хорошо, мы с вами выяснили, что правила эксплуатации лифта есть, и оно размещено, этот список, эти пункты, эти правила размещены обязательно в лифтовых кабинках. Давайте, может быть, основные позиции озвучим? Да, основные, давайте, и позиции, которые нарушения допускают, к сожалению. Основное это, что пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых запрещено. Потом, второе, немаловажно, родители при перевозке детей в коляске должны вначале взять ребенка на руки, зайти в кабину лифта с ребенком, а потом только затянуть коляску в кабину лифта, и никак наоборот. Также немаловажно сейчас проблема актуальна, что с домашними животными, которые на поводке, именно непосредственно при входе или выходе из кабины лифта нужно взять животное на руки, потому что, к сожалению, люди этим пренебрегают. Зашел в кабину где-то, не посмотрел, животное выбежало, двери закрылись, лифт пришел в движение, и, к сожалению, и травмы животным, и людям, пассажирам доставляют. То есть там где-то поводок с руки не снял, придавило этот. Также запрещено перевозить легковоспламеняющиеся жидкости в кабине лифта. Но немаловажно, что при застревании, помнить пассажирам, что при застревании в кабине лифта не надо паниковать, предпринимать мер, нужно нажать кнопку вызова диспетчера, выслушать, какие работы нужно выполнить, и дождаться либо электромеханика, если мы говорим про дневное время, либо лифтовую аварийную службу, которая приедет и освободит. Ну и, наверное, не превышаясь того установленного грузовесоподъемности, которые установлены, и ряд других правил. Но все это можно действительно, не прилагая особых усилий, прочитать, ознакомиться во время подъема или спуска в лифте со своей квартиры в подъезд, к выходу из подъезда. Но вы правильно чуть выше сказали, что сейчас так много информации в лифте размещено. Ведь много и социальной рекламы, и много рекламы коммерческой. И для этого даже есть в лифтах специальные стенды. Скажите, пожалуйста, это санкционированное вообще действие, и это вся информация? Потому что на этом стенде можно прочитать не только специально оформленную вообще бумагу, а еще и много другого появляется сопутствующего. Вообще как-то отслеживается этот момент? Как это появляется, и кто должен отслеживать появление этой информации? Ну, скажем так, размещением данной рекламы на стендах занимается специальная рекламная агентка. Которая предварительно получила разрешение в Гродненском госполкоме, и согласовали тарифы на размещение. Затем заключаются договора с Октябрьским, либо Ленинским, УЖЭПами, в каком районе хотят разместить рекламу. И, скажем так, размещают ее. А если там появляется дополнительно несанкционированная, ну, скажем так, неучтенная информация, об этом можно кому-то сообщить или и кому можно сообщить? Ну, дополнительная информация сразу же при уборке лифта удаляется. То есть должна удаляться, по крайней мере. Да, да. Которая расположена вне данных стендах. Хорошо. Я хочу добавить вот к Алексею Владимировичу, что все равно размещение рекламы в кабине лифта должно быть обязательно согласовано, согласно правилам по промышленной безопасности при эксплуатации лифтов с заводом-изготовителем. И, соответственно, ее размещение в кабинке не на дверях, не где-то вместо пульта или вместо правил эксплуатации, а в установленном месте должна находиться. Скажите, пожалуйста, если, например, граждане видят, что нарушается это правило, это требование систематично, они могут обратиться? И куда могут обратиться с таким сигналом? С таким сигналом в каждом лифте установлена и есть доступная информация с номерами специальных служб и правилами пользования лифтов располагаются... Ну, с номерами телефона, по которым можно позвонить и сообщить о данных. То есть в лифтовой кабинке обязательно расположены номера диспетчеров, какие-то экстренного вызова номеров и сопутствующие службы? Да. Ну и, может быть, тогда расскажите, пожалуйста, где должна быть расположена? Где? Потому что ситуация неординарная. Человек застревает в лифте, ну, может податься панике, так где искать эту справочную информацию? Ну, справочная информация... Где она должна быть? Обычно располагается возле панели управления лифтом. И нигде в другом месте? Да, на уровне глаз, чтобы человек мог сразу посмотреть, не надо было ему где-то искать ее. Хорошо. И тогда, может быть, такой вопрос, ведь наверняка есть нормативы, мы с вами выяснили, что в дневное время по адресу, по вызову человека, кто застрял в лифте, прибывает ремонтник, а если это ночное время, то аварийно-диспетчерская служба, да, аварийная бригада. То, скажите, пожалуйста, существует ли некий, может быть, норматив, за какой промежуток времени, за какой участок времени должны прибыть на помощь сотрудники? Да, норматив такой есть. Мы в договора на техническое обслуживание это закладываем при заключении договора с заказчиком. Этот норматив 45 минут, но в целом мы эту работу стараемся выполнить оперативно. У нас есть приказ по предприятию, где в дневные часы электромеханики, которые освобождают пассажиров, должны эту работу производить в течение 30 минут. Если они нарушают это требование, не вкладываются в норматив, то к ним применяется дисциплинарная ответственность. Скажите, пожалуйста, диспетчер всегда на связи, если мы говорим с вами о лифте, и эта кнопка вызова всегда на связи, или все-таки бывают ситуации, когда первый вызов, скажем так, был абонент занят, скажем так, или надо со второго раза дозвониться, либо это первый сигнал, и всегда будет дозвон с первого раза? Если при нажатии кнопки, да? Да, вызовом. Если диспетчер в это время не беседует с кем-то с другим лифтом, то в принципе этот будет дозвон с первого раза. То есть надо иметь в виду еще, что абонент дежурит, ситуация складывается, параллельно идущие звонки, и что надо повторить попытку. Ну что ж, какие-то нюансы нашей беседы сегодня, может быть, мы и не успели обсудить в прямом эфире, но время мне подсказывает, что пора завершать разговор. Вам огромное спасибо за интересную, актуальную беседу наших телезрителей. Я поблагодарю, что это время вы провели вместе с нами. И всем нам сегодня пожелаю приятного телевечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин